Всем привет! Давайте мы сейчас разберем вопрос тяжелых-тяжелых воспоминаний. Значит, когда у человека было довольно тяжелое и, получается, трудное детство, было множество разных травмирующих ситуаций, вот, связанных с родственниками, вот, значит, ну, с какими-то жизненными обстоятельствами. И сейчас, когда у человека все хорошо, как будто бы эти воспоминания не оставляют, да, они всплывают, они как-то вот, ну, дают знать о себе, вот, в любом случае дают о себе знать. И человеку, вот, плохо. Отравляют его жизнь. И, вроде бы, уже нет ничего. Да? Вот. Вроде бы уже и, ну, не актуально, а в то же время беспокоит это. И вот возникает вопрос, что делать в таком случае? Смотрите. Тяжелые воспоминания обусловлены двумя основными факторами. Фактор первый. Это невыращенные, невыращенные и непрожитые чувства. Чувства. В момент, когда эти события происходили. То есть, факт тяжести воспоминаний свидетельствует о том, что человек что-то недопрожил. К примеру, если нам хотелось в каких-то ситуациях плакать, а мы себе это запрещали делать по той или иной причине, то нас, нас будут беспокоить подобные воспоминания. Потому что мы не проплакали. Мы не проплакали то, что хотели. Значит, первое, что нужно сделать, это прожить те чувства, которые у нас остались. В результате вот такого опыта. Какого-то вот неприятного, тяжелого. А второе, это увидеть выгоду. Какую мы получаем выгоду от того, что живем воспоминанием. Ведь может быть так, что мы боимся жить настоящим, боимся себе что-то позволить. Почему-то прошлое для нас интереснее, чем настоящее. Вероятно, мы не прислушиваемся к себе в настоящем. Вероятно, мы не чувствуем интереса в настоящем. Это также нужно корректировать. Потому что вполне возможно, что мы повторяем некоторые интроекты, да, ну вот, которые в нас вложили другие люди. На этом все. На этом все. Спасибо. Удачи. 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 Продолжение следует...